Телеканал КРТ представляет Кандидата на пост президента США Джо Байдена Неугомонный депутат предоставил запись разговора Порошенко с президентом России Владимиром Путиным Последнее произвела в украинском информационном пространстве настоящий фурор Ведь в ходе разговора со своим российским коллегой Поборник армии, мовы и веры не только поздравлял его с коммунистическим праздником Днем солидарности трудящихся Но и отметил со словесными рукопожатиями, а также не возражал против объятий И все это ни много ни мало спустя 4 месяца после эпопеи с выходом украинских войск из дебальцевского котла И потери ВСУ этого стратегически важного транспортного узла на Донбассе Далее приводим отрывок из разговора Порошенко Еще раз благодарю вас Поздравляю с наступающим международным днем солидарности трудящихся В России изменили это название или нет? Старое оставили? Путин Да хрен его знает Порошенко Ясно Мы с вами люди трудящиеся, поэтому может и к солидарности придем Завершилась беседа президентов и вовсе так, как будто это был разговор двух старых университетских друзей Созвонившихся впервые за долгое время Цитирую Порошенко Хорошо, Владимир Владимирович Жму руку Спасибо большое Путин Обнимаю До свидания Давайте И Порошенко тогда таки дал Стране угля по схеме Роттердам плюс По которой уголь с Донбасса и РФ получал такую наценку Как будто его сначала продавали на голландском хабе А потом довезли до Украины через всю Европу Платил за это, разумеется, украинский потребитель Что же касается переговоров с Путиным Особое возмущение у жителей Украины вызвал даже не сам факт того, что они имели место А то, что вся риторика Петра Алексеевича в разговоре с Владимиром Владимировичем Резко констрастировалась с тем, что экс-президент Украины говорил на публику С трибун различных госучреждений и международных организаций Со сцен на митингах и экранах телевизоров он с придыханием выкрикивал слова «Остаточный прощавай» И цитировал строки Лермонтова «О прощании с немытой Россией» А за кулисами публичной политики сжал руку и говорил «Спасибо большое» В ради его люди под националистические речи и улюлюканье принимали законы о декоммунизации А в разговоре с Путиным Седовлас и Гетьман, как называют Порошенко его сторонники Поздравлял темнейшего с советским праздником Разумеется, на сторонников украинского экс-президента пленки впечатления не произвели Среди множества воплей о том, что записи «Кремлевский фейк» и «Вообще вы все варете» Выделялись и те, кто оправдывал действия Порошенко заботой о национальных интересах Да-да, вы не ослышались В глазах идейных националистов, которыми пытаются представить себя сторонники Седовласова Гетьмана Любое его слово истинно, а любой поступок на благо нации Порой складывается впечатление, что если бы экс-президент, выйдя на сцену, стал смачно плевать в своих фанатов Они бы начали собирать его слюну и прикладывать к больным местам Воистину, не сотвори себе кумира Впрочем, рукопожатие и обнимашки с Путиным далеко не самое важное в опубликованных Андреем Деркачом свежих записях телефонных разговоров Порошенко Гораздо более интересные вещи содержатся в беседе экс-президента с Джо Байденом На тот момент занимавшим пост вице-президента США По словам Деркача, этот разговор состоялся 19 августа 2016 года И касался инцидента с задержанием в Крыму граждан, которых в РФ назвали членами украинских диверсионно-террористических групп Приводим фрагмент разговора Байден, моя команда проинформировала меня со всеми подробностями относительно событий, которые имели место с 7 по 8 августа 2016 года Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными Как вы знаете, мы вмешались один раз до того, как это случилось, когда узнали, что генеральный штаб принимает определенные меры Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось Я скажу очень откровенно, он не в восторге от этого Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад Относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России Затем Байден добавил, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий А не военных и диверсионно-подрывных операций В ответ на это Порошенко оправдывался в духе провинившегося школьника Цитата Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем Единственной причиной того, что мы не освобождаем с занимаемой должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Является то, что мне не нравится идея делать это прямо сейчас Ибо любой сможет толковать это как признание ответственности Таким образом, в опубликованных пленках Байден отчитывает Порошенко за диверсионные действия, не согласованные с американской стороной В свою очередь, экс-президент Украины косвенно подтверждает, что такие действия могли иметь место При этом заявляя, что они не были согласованы с ним, то есть с Верховным Главнокомандующим И могли быть инициативой руководства военной разведки Из этого следует ряд весьма важных и неутешительных выводов Как для американских демократов, выдвинувших Байдена кандидатом в президенты, так и для Петра Порошенко Во-первых, несмотря на увещевание американской стороны, украинское руководство в 2016 году предпринимало шаги, которые могли вызвать эскалацию вооруженного противостояния Причем не только на Донбассе Если бы это случилось, штаты и их партнеры по НАТО оказались бы в крайне неудобном положении Украина изо всех сил просила бы их о помощи, но предоставить эту помощь они бы не смогли, опасаясь прямой военной конфронтации с РФ В то же время был риск саботажа со стороны отдельных европейских государств, которые могли открыто заявить о том, что санкции усиливать уже некуда Из-за непоправимого вреда для экономики этих стран Итог такого сценария – нарушение видимости евроатлантического единства и падение имиджа США среди их союзников Во-вторых, Порошенко то ли намеренно проигнорировал американское требование не устраивать диверсии То ли просто не смог проконтролировать своих подчиненных в этом вопросе Оба варианта дезавуируют имидж шекс-президента не только как надежного партнера, но даже как надежного вассала Эти записи покажут многим на Западе, что на Порошенко нельзя положиться ни в чем Дальше может последовать отказ от тех гарантий безопасности, которые предоставила ему демократическая часть американского эстеблишмента Если это произойдет, перспектива приговора Порошенко к реальному тюремному сроку перестанет казаться столь фантастической, как кажется сегодня Говоря о цели и времени публикации Андреем Деркачом очередных записей телефонных разговоров Порошенко Можно заключить, что основным в них был американский, а не украинский контекст Будучи ладбистом интересов администрации Дональда Трампа и лично его адвоката Рудольфа Джулиани Деркач методично реализовывает план по дискредитации кандидатов в президенты от демократов Джо Байдена На прошлой неделе основной темой такой дискредитации стала неспособность Байдена держать под контролем своего ставленника в Украине Именно так содержание пленок выглядит в США А уже на этой Рудольф Джулиани выдал на гора новую серию информационного сериала о коррупции Байдена в Украине На сей раз о выводе из страны 5,3 миллиардов долларов По версии Джулиани, деньги выводили люди Байдена, находившиеся в тесном сговоре с людьми Порошенко Полагаем, сериал с пленками Порошенко Байдена будет продолжаться еще несколько месяцев За это время нам предстоит узнать еще много интересного Так что запасаемся попкорном